Дюссельдорф Золингене Если бы кто-нибудь открыто объявил себя коммунистом, его могут растерзать. Рабочий класс должен рассчитывать только на себя. Почему до сих пор не опубликован манифест? Да нет, я не могу больше здесь оставаться. Подождите. Ганс! Я тебе кое-что хочу сказать на прощание. Нет, нет, нет. Ты не ходи по лестнице, а ты прыгни сюда. Ну да, да, ну прыгни сюда. Ну прыгай, ну что ты? Ну прыгай! Ты же ловкий человек. Не могу. Не можешь? Ну подняться по лестнице ты можешь. А через пять ступеней можешь? Могу. Вот и мы будем шагать через пять ступеней. Могу. Почему же ты предлагаешь нам совершать прыжки, которые еще невозможны и при которых можно только сломать себе шею? Немецкий рабочий еще не разбирает дороги. Он с демократами. И мы через их голову обращаемся к нему. А для роли проповедников в пустыне мы не годимся. Неужели не ясно, что каждое слово нашей газеты это путь к манифесту? Да, мы с демократами. Мы за демократию. Но за какую? Там, где пролетариат играет главную роль. Как они смели напечатать такую статью? Ничего, ничего. Они об этом пожалеют. Это ж возмутительно. За наши деньги и такие статьи. Что вы печатаете? Парижские рабочие разбиты, но их враги победены. Минутный триумф грубой силы куплен расколом французской нации на две нации. Нацию имущих и нацию рабочих. Трехцветная республика носит теперь только один цвет. Цвет победенных, цвет крови. Она стала красной республикой. Вы хотите, чтобы это произошло и здесь, у нас? Вы добиваетесь уничтожения единства немецкой нации. За мои же деньги, господа, вы подкладываете петарду под мой собственный матрас. Достите по горло! Довольно! А вы хотите, чтобы мы плебеев, которые стерзаны голодом, облеваны прессой и покинуты врачами по милостям порядочных, чтобы мы их назвали подлецами, ворами, каторжниками? Этого не будет. Подвид лавровым венком. Врачное пчело обязанность нашей газеты. И вы туда же. Сын Фридриха Энгельса. Всеми уважаемого купца и промышленника. Вы, Фридрих Энгельс младший. Я бы на вашем месте... Это было бы ужасно! Вы были на моем месте. Я бы советовал вам разговаривать по вешенебель со своим последним акционером. Я считаю, что наши акционеры имеют право на более торжественные проводы. Обещаю вам такие же торжественные проводы, когда вас будут описывать за долги и посадят в тюрьму. Честь имею, вы что-то. Ты не лучший дипломат, которого можно сюда пристать. Я на это никогда не претендовал. Да, так с чем вы пришли? Карл, ты опять даешь в номер материал об Акунине? Да. Ну и что? Но мы же перепечатывали из Одерской газеты его заявление, где он опровергает сплетни Вербека. Не понимаю. Мне кажется, что больше ничего печатать не нужно. Да. Не понимаю. Не понимаешь? Нет. Это подрывает авторитет нашей газеты. Ну что ты говоришь? Ну что ты говоришь? Да. Это подрывает авторитет нашей газеты. Но ведь это восстанавливает авторитет истины. Нельзя совершать ошибок, когда дело касается судьбы и чести человека. Это страшные ошибки. Надо за них расплачиваться. Пьешь, Карл. Будь благоразумен. Прошу тебя. Если б ты знала, как иногда хочется быть неблагоразумным. Как мне хотелось сегодня схватить одного негодяя и выбросить его в окошко, как трепишную куклу. А почему же ты это не сделал, Карл? Вот обрадовались бы все дети Кёльна. Мадам. Спасибо за разрешение. Я обязательно им воспользуюсь в следующий раз. Жива, кажется у меня есть дети. Да. И кажется их трое. Они ждали тебя весь вечер и не хотели ложиться спать. Дв щитки? Вот у кого есть ящик! У кого? Хм, у кого. У кого есть ящик! Иди, Кань. А я кто? А кто я? Элю-таят. А я буду мальчик спает, мальчик спает я, мальчик спает я. А ну-ка спать скорей. А ну-ка на свою золоватку быстро. Все будет. Где наши ножки золотые? Не хочешь спать, а? Ты знаешь, Женя, сегодня последний акционер хлопнул дверью. Никогда еще глупость не была столь громогласной. Только чековая книжка дает ей подобную силу. Устал. Отдохни, Карл. Отдохни хоть минуту. Закрой глаза. Хорошо. Ты целуй меня поцелуями уст твоих, ибо слаще вина твои ласки, прекрасные в жонах. Ум и повелитель сказала Шахерезада, когда наступила тысяча вторая ночь. Если последний акционер хлопнул дверью, это беспокоит моего господина. Если касса Рейнской газеты безнадежно пуста, бродяга даст тебе эти деньги. Женя, какие деньги? Наследство, полученное от твоего дяди. Оно еще не истрачено. Женя, ну а как же дети? Карл, ну а как же иначе? Карл. Ленхин, где наша шкатулка? Мне нужны все деньги. Окей. Не дам. Чем я буду кормить вас, детей? Не дам. Ленхин, мне нужны все наши деньги. Я знаю, будет трудно. Может быть, придется с тобой расстаться, и нечем будет тебе платить. Я живу у вас не из-за денег. Можете не платить мне год, два, десять лет, но выгонять меня вы не имеете права. Я живу у вас с малых лет, и знаю, какой вы человек, кто ваш муж. Я не уйду. Я не уйду и не отдам. Ленхин, мне нужны все наши деньги. Семь тысяч талеров. Ну, ты знаешь, этого все-таки недостаточно. Придется ехать в Берлин, в Вену. Надо будет обратиться к полякам, они помогут. Где? Здесь он, в Берлине. Где? В ресторане в польском. А значит, Маркс в Берлине. Я должен его видеть, я должен его видеть. Вы вне себя, Михаил. Извините меня. Михаил, наш дорогой друг. Вы-то мне и нужны доктор Маркс. Хорошо. Очень хорошо, что вы пришли. В Петербурге меня оклеветали за то, что я доказал всему миру. Да, я доказал, что царь Николай оторван от народа. Что между ними пропасть. От имени революционной партии России я предложил всем революционерам союз с польским народом против Николая. Я не вынужден был уехать за границу. Меня приговорили к каторжному работам заочно. И теперь здесь меня опутывают клеветой. Ваша газета мне бросила обвинение. И какое? Это ошибка. Ошибка. Вы ведь читали в газете опровержение. Не прочитав его, я бы не пришел сюда, Маркс. Но теперь-то вы мне верите? Я верю тебе, Михаил. И многого жду от тебя. Я ведь тогда хотел покончить с собой. Я пришел поговорить с тобой, потому что я не могу не говорить. У нас с тобой общая борьба. Ты мудро пишешь в своей газете. Немецкая нация, позволившая себе на протяжении всей своей истории стать орудием угнетения других наций, должна на деле доказать свою революционность. Ты совершенно прав. Ибо немецкая буржуазия даже после революции не хочет свободы. Она ищет могучего деспота, чтобы в награду за рабство повелевать другими народами, в том числе и немецким. Вот почему она с таким благоговением взирает на царя Николая. Царь Николай хочет согнать Россию за каменную стену, чтобы оттуда не дошли ни стоны, ни вопли возмущения. Но я скажу правду о русском народе. Мы воздвигнем вместо стен баррикады, мы подожжем революционным факелом богемию, запылает Прага, восстанет славянство и оттуда на Русь. Я вижу, как поднимаются крестьяне, как бунтуют разбойники. Сколько в русском народе Разиных и Пугачевых. Это ли не силища? Разбушуется крестьянская стихия, и тогда мы протянем руку Европе. Нас многое объединяет, Мишель. И ненависть к немецкой буржуазии, и ярость по отношению к русскому царю, и твое желание оторвать славянство от реакции. Но я думаю, что разбойники, анархически или лирически, они мало помогут рабочему классу в борьбе. В твоих рассуждениях есть сентиментальный национализм. Нет, Карл! Нет! Ну, хорошо. Хорошо. Сейчас мы ничего уточнять не будем. Важно одно. Ты веришь мне, и ты мой друг. Но ты пойми, я поведу народы. Я не обману ожиданий человечества. Зачем ты меня увела? Зачем? Этот немецкий доктор и строг и проницателен, а я... Вы титан, Михаил. Нет, я перекатив волю. Иногда я сам себе кажусь таким слабым, таким маленьким, ничтожно маленьким. Ненавижу себя в эти минуты душевной слабости. Ты понимаешь меня? Понимаю. Знай. Мы победим. Обязательно. Победим. Пусть живет новая Рейнская газета. Мы, поляки, знаем, господин Маркс, как вы неизменно защищаете попраны и права нашей угнетенной нации. Мы готовы поделиться от всего сердца с новой Рейнской газетой, нашей исходной казной. Спасибо. Передайте привет вашей очаровательной супруге господин Маркс. Спасибо. Но я ее увижу не скоро, я еду в Вену. В Вену? Да. Но там вчера стреляли в демонстрацию рабочих. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, здесь их убивали. Это доктор Кармаркс. Ага. Здравствуйте. Это произошло здесь. Они падали тут, тут, там и там. Они требовали увеличить заработок. Сами понимаете, как трудно жить на наши гроши. Особенно у кого семья. Ага. 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 Смотри, постой. Ты кто такой? Отстаньте от него, у него брата убили здесь. Ага, я так и предполагал. Я его сразу узнал, мерзавца. Это ты флаг держал, а? Вон тебе, молча. Конец! Конечно. Конец. Мы должны создать комитет безопасности, чтобы защитить наших журнолетей. Да здравствует единая германская демократическая социальная республика! Красная республика! Германия против Руси! Друзья, мы все, собравшиеся здесь, должны единодушно заявить, что если правительство Пруссии попытается подавить революцию в Германии, то мы все до последней капли крови будем бороться за единую демократическую республику в Германии. А каково ваше мнение, господа? Ваше Величество, в нынешней Германии все еще сильны порожденные революцией изменники вашего трона. Я надеюсь на вас, господа, и на моего большого друга Николая Первого, могущественного русского императора. Ваше Величество, мы все вас поддержим даже в самых решительных действиях. Мы должны быть готовы беспощадно уничтожить очаги революции во всех городах Германии, Ваше Величество. Народ, настоящий, преданный нам народ, это честные немцы. Господин Барон, это прекрасно, господин Барон. Господин Барон, это прекрасно, господин Барон. Господин Барон, это прекрасно, господин Барон. Господин Барон! Господин Барон может работать и день и ночь, и до завтрака, и после завтрака, и до обеда, и после обеда. Ходячая энциклопедия! Что с тобой? А что? Почему ты так говоришь? Я повторяю твои слова. А я тоже здорова. Женя, я очень соскучился по тебе. И я очень. Так больше продолжаться не может. Я тут без тебя со всеми перессорился. Ну да. Я прошу выслужить меня серьезно. Извини. Дейерт вообразил из себя Бог знает кого. Он поэт, а я чуть ли не должен сочинять за него стихи. Я, конечно, не знаю, где он черпает вдохновение, но в редакции я его не вижу. Перестань смеяться, я говорю серьезно. Извини, все. Вольф впал в другую крайность. Он не уходит из редакции, не дает никому работать и все делает за всех сам. Я просил. Одни подражают Вейерту и бездельничают, другие обижаются на Вольфы и тоже ничего не хотят делать. А что делаешь ты? Я? Да. Я ругаюсь. И с теми, и с другими. Кто же тогда выпускает газету, а? Знаю твою любовь к дисциплине, Фридрих. Я думаю, что ты все сильно преувеличиваешь. Я преувеличиваю? Преувеличиваешь. Я хочу посмотреть, как ты будешь с ними ладить. Желаю тебе это от всей души. Спасибо. Жаль, очень жаль. Что жаль? Ты же нас покидаешь? Бросаешь работать в газете? Быстро ты согласился со мной расстаться. Здравствуйте. С ним невозможно работать, Малыш. Что ты говоришь? Я тебе говорил. Да. Он не выходит из редакции. Хочет делать все за всех. Ничего никому не дает работать. Он даже готов писать стихи за вент. Мы, правда, не в редакции, но у нас в рабочем союзе есть свои затруднения. Шаппер хочет взвалить всю работу на меня. Ну, а я бы не проще был половину своей работы взвалить на шаппер. Проходите. Проходите. Помогите мне, господа. Женни! Малыш. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я знаю, почему ты держался за решетку, чтобы не броситься первым на штурм. Я даже боялась, что ты сломаешь эту достопримечательность Кёльна. А жаль все-таки, что так ничего и не произошло. Да, у тебя есть оружие? Пистолет. Отдай. В дороге может быть обыск, осадное положение. Вчера не пригодился. Да, а провокации-то им все-таки не удалось. Им придется снять осадное положение. Посмотри. Мы хотим это напечатать в газете. Наши уважаемые подписчики, в связи с объявлением осадного положения, когда Перо вынуждено подчиняться сабле, запрещен выпуск новой райинской газеты. Однако мы уверены, что в ближайшее время сможем выпускать ее снова на новой скоропечатной машине. Карл, может, не уезжать? Перестань. Что за мальчишка? Тебя обвиняют в подстрекательстве солдат. Я очень жду. Твои статьи и письма, особенно из Франции. Нам не нужен Энгельс в тюрьме. Да, да, да. Пожалуй, ты прав. Я не боюсь лишений, но в здешней тюрьме не разрешают курить. Ты же понимаешь, что это для меня значит. Фридрих, Я давно хотел тебе сказать. Мы с тобой знакомы шесть лет. Но, знаешь, в последние четыре месяца я как-то особенно остро почувствовал, как ты мне дорог. Бедный Мавр. Все эти месяцы он должен был зажимать в кулак свое сердце. Но он трижды прав. Нельзя принимать навязанное противником сражение. Нет, нет. Мы расстаемся ненадолго, Фридрих. Вчера был знаменательный день. Мы не дали затопить в крови улицы города. Пусть смеются обыватели и глупцы. Мы еще навяжем противнику свои условия боя. Мы еще будем вместе с тобой в рядах революционной армии Германии. Тебе будет нелегко. Газета есть газета, а быстро писать статьи ты еще не научился. Пусть смеется. Карл! Но ведь она, наверное, стоит целое состояние. Да. Но знаешь, чтобы не отстать от революции, нельзя ехать на колымане. Попробуем? А? Все отношения. Пускай. Пускай. П Wisconsin. Субтитры делал DimaTorzok Мавр не спал несколько ночей Слушай, король изгоняет национальное собрание Пруссии из Берлина А депутаты собрались в гостинице и постановили, чтобы никто в стране не платил налогов До тех пор, пока их не вернут в Берлин и не разрешат продолжать заседание Подожди, подожди, они что, призывают не платить налоги? Ну, конечно Так Значит, королевская власть сопротивляется не только народу, но и буржуазии? Ну что же Мы будем бороться с ней и буржуазными методами А как бороться с ней буржуазными методами? Взять ее измором А как взять ее измором? Отказаться платить налоги? Пиши Пиши, Георг, пиши Так Все эти военные трутни Носят сабли, мундиры и получают жалу Но они не понимают, откуда берутся сабли, мундиры и жалу Не так быстро, Карл Но они не понимают, откуда берутся сабли, мундиры и жалу Принцы крови и генералы не производят черного солдатского хлеба Итак Призывая не платить налоги, мы становимся на почву закона Принцы крови Принцы крови и генералы не производят черного солдатского хлеба Но мы будем действовать по слову ему Эти кастраты из национального собрания Они призывают к пассивному сопротивлению Забывают, что это напоминает сопротивление быка, которого мясник дащит на бой Мы призываем Мы призываем к созданию Всенародного вооруженного ополчения С сегодняшнего дня налог отменяется С сегодняшнего дня налог отменяется Господа присяжные заседатели, мы не конституционалисты, но мы готовы встать на точку зрения наших обвинителей с тем, чтобы побить их на их собственной почве и их же собственном оружии. Итак, если взимание налогов объявляется национальным собранием, незаконным, разве я не обязан насильственно сопротивляться насильственно совершаемому беззаконию? Мы обязаны отвечать на насилие насилием. Я не понимаю, каким образом прокуратура в своем обвинении нам ссылается на закон. Если уж встать на пресловутую почву законности, то мы предлагаем посадить на скамью подсудимых обер-президента Рейнской провинции Эйхмана, как нарушившего приказ национального собрания, а заодно и обер-прокурора Цвейфеля за то, что он не арестовал господина Эйхмана. А так как господин Цвейфель вряд ли арестует сам себя, то мы предлагаем, чтобы какой-нибудь другой Цвейфель арестовал обер-прокурора Цвейфеля, а заодно и обер-президента Эйхмана. Какими бы великими не мнили себя эти господа, в гигантских битвах современности они ничто, абсолютное ничто. И я считаю настоящей жертвой с нашей стороны, что мы решили скрестить копья с подобными противниками. Но недостаточно вести борьбу с высшей властью вообще. Долг печати выступить и против данного жандарма, против данного прокурора, данного ландрата. Корона совершила контрреволюцию. Она не спровергла существующий правовой порядок, и она не может апеллировать к законам, которые сама же так позорно попрала. Вы, господа, можете меня повесить, но вы не можете вынести мне обвинительный приговор. Карл опять застегнул сюртук не на ту пуговицу. Субтитры создавал DimaTorzok Господа Карл Маркс и Карл Шаппер, обвиняемые в призыве к мятежу и сопротивлению властям, решением присяжных заседателей, по суду оправданы. Господин Геленович, как это могло случиться? Это справедливый суд? Ничего не могли сделать. Мы голосовали за обвинение, но большинство присяжных решило оправдать и даже хвалили за вразумительные речи. А ведь недавно суд оправдал доктора Маркса, и все так радовались. Ленкин, дай пелеринку. Она на вас, Женя. Тогда. Русский король залил кровью Германию. Он сделал свое дело. Новая рейнская газета. Да, Карл, где-то ты теперь. Предписание доктору Марксу покинуть пределы прусского государства в 24 часа. Почему-то всегда в 24 часа. Куда вы, Женя? В редакцию. КОНЕЦ Теперь хватит денег, чтобы расплатиться. А ведь часть денег, уплаченных за нашу машину, принадлежит вам, госпожа Маркс. Что вы вели? Вы должны рабочим, поставщикам это главное. О другом не думайте. КОНЕЦ Простите, доктор Маркс, но холера... Боже мой, какая страшная холера. Простите, но я вынуждена принимать меры предосторожности. Да, я понимаю. Вы знаете, у нас такое слабое здоровье. Единственная надежда на Господа Бога и на это. Боже мой, как вы постарели за этот год, доктор Маркс. Разве? Да. Позвольте. Позвольте, это тоже надо окурить. Осторожно. Ты, Карл? Я. Я привез тебе привет из Германии. Печальный привет. Вот, прочти. Это последний номер нашей газеты. Красный. Опять литература. Да. Я не буду вам мешать. Здесь, кажется, стихи. Да. Я плохо вижу. Прочти. Это прощальные слова нашей газеты к читателям. Их написал Фролеград. Их написал Фролеград. И час пробьет. И, воспрянув тогда, вернусь к вам, живая опять я. Я лежал в этой матрасной могиле один, потом рядом со мной легла связанная по рукам и ногам Франция. И от этого у меня сделалось еще грустнее. С тобой пришла жизнь. Сколько б ее не расстреливали. Я не раз вспоминал о тебе, Генрих. Особенно, когда немецкая революция поворачивалась к нам своей трагикомической стороной. Ну что же, мы сменили оружие критики на критику оружием. На юге создавалась революционная армия, и мы направились туда. Революция, смех, поле нет, руководства нет, хорошо организованных рабочих отрядов нет. Все вверх ногами. Господа, мы предлагаем вам продуманный Энгельсом план создания объединенной армии Баденфальц. Она должна стать ядром новой общегерманской армии революции. Много времени упущено, но необходимо немедленно двинуться на Франкфурт с двух сторон. Но они не хотели нас слушать. Они уже изгнали своего герцога. Что им Германия? Они были упоены властью, как часто бывает в революции. Они уже делили министерские кресла. Они предлагали нам высокие посты и отвергали все наши советы. И вот тогда... Послушаем лучше, что скажет нам представитель Франкфуртского собрания. Здравствуйте, здравствуйте. Да, вот мы и встретились. Смейся, почему же ты не смеешься? Это бывший акционер нашей газеты. Демократ. Собиратель неразрезанных книг. Мы добились Конституции. Он снова показал свои ослины и уши. Однако, что поделаешь. Мы решили остаться в рядах этой несуразной революции, перерастающей в фарс. Надо было держаться на этом последнем рубеже. В революции тот, кто, занимая решающую позицию, сдаст ее, не отваживаясь на выступление, заслуживает, чтобы к нему относились как к трусу или изменнику. Мы верили в новый подъем революционной волны. Я ждал боев. Мои руки уже тянулись к оружию, но... Мы еще услышим голос гальского петуха. Он еще разбудит Германию. И тогда, может, даже эта самодовольная филистерская революция поможет нашей старухе родине встряхнуться. Энгелес, ты останешься здесь. Поможешь нам в организации армии. А ты, дорогой Маркс... Что? Меня во Франции? Да, мы ожидаем победу горы. Нам необходимо установить связь с будущим правительством революционного Парижа от имени революционных демократов в Германии. Нет. Я должен быть здесь, здесь. Я надеюсь, здесь все-таки будут бои. Ты нужен там. Там. В Париже мрачно. Холера. Но ты знаешь, мне кажется, что этот революционный кратер скоро взорвется. Ты говоришь о выступлении горы. Да, я слышал, слышал. Они обещают пришествие новой эры в ближайшие дни. И называют тринадцатое число. Но ведь это же не счастливое число. Ты суеверен? Нет, я просто разучился верить. А ты? Я знаю, что новая эра придет. Тринадцатого? Если гора не родит мышь. Многорад сейчас заседает и заседает. И будет заседать до второго пешествия. А мы эту гору скинем к чертной бабушке. Наш лозунг коммуна. Коммуна рабочих Парижа. Да, коммуна рабочих Парижа. Последняя новость. Пушки национальной гвардии будут отданы народу. Георг! Это правда? Ты не сошел с ума? Это правда. Я получил это известие из первых рук. Пора. Пора. Национальная гвардия поддержит восстанчивых. Ты понимаешь, что ты говоришь? Ты понимаешь, что это значит? Наши сейчас гибнут в боях с королевской прусской армией. И единственное, что их может поддержать и спасти от восстания в Париже, его ждет вся Европа, Рим, Варшава, Венгрия. Я приехал сюда, чтобы участвовать. Ведь в нем на руководство горы на все мои вопросы отвечало только усмешками и улыбками. Они, видите ли, не хотят возглавить вооруженные выступления. А ты говоришь, что они выступают? Да. Верят. Возможно ли это? А? Это же невероятно. Невероятно. Но невероятно не произошло. Пушки были даны народу, но без снарядов. Они должны были оказать только моральное воздействие. Народ вышел безоружным. И снова... Снова расплату кровью за прекраснодушие и пустозвонство руководителей горы. Революционная Франция не поможет вам. Вы остались одни на последних высотах революции в Германии. Но ваши батальоны предтеча великих армий революции. Армий вооруженного народа. Фриврих. За мной! На Прусаков! Не отрывайся от боевой цепи, Воль! Вперед! После того, как наш корпус прикрыл отступление Баденской армии, мы направились в Швейцарию. В Бадене я услышал, что Маркс арестован в Париже. Мы не видели газеты, потому ничего не могли узнать точно. Я все же надеюсь, что это неправда. Я часто думал, что под прусскими пулями я находился на менее опасном посту, чем другие в Германии. И особенно Маркс в Париже. Что же с ним? Женни, успокойте господина Энгельса. Скажите ему, что мы уже в Париже и, наверное, надолго. Что мы ему кланяемся. Что мы сейчас уже распаковываем баулы. Паркет из министерства для господина Маркс. Спасибо. Ленфинд, готовь баул. Да-да, тот самый. Для Карла. Паркет из министерства мы сохраняем для новой газеты прежнее название. Новая Рейнская. Кам. У меня для тебя два очень важных письма. от Энгельса. От него. Энгельс жив. Энгельс жив. Жив. А второе? Тебе отказали в твоей просьбе остаться в Париже. Предписание. Отправиться к болотам Британии. Куда? К болотам Британии? Это то же самое, что каенской каторгой. Там неизбежно жестокая лихорадка. В случае несогласия мне предложено покинуть пределы Франции опять в 24 часа. Карла, тебе надо сегодня же ехать в Лондон. Немедленно в Лондон. А с детьми я приеду позже. Что принес этот год? Что выиграли народы Европы? Главное не то, что они выиграли. Не то, что они приобрели. А то, что они потеряли. Иллюзии. Но, видимо, и с тобой Фридрих не избежали их. Гальский петух не прокричал. Пролетарская революция не совершилась. И все же мы сделали шаг вперед к истине. Идеи манифеста мы проверили в огне революционных боев. Они станут реальной силой и основой науки, преобразующей мир. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ